Страдание Ну, это беда, конечно, ещё бы! Страдание – это очень тяжёлое дело. Как относиться к ним? Ведь есть же такие болезни, когда уже всё, ничего не сделаешь. Вот в чём дело-то. Но святые отцы, они пишут о том, как мы должны не просто относиться, а как даже мы должны молиться об этом. И они, в общем, предупреждают, обращая наше внимание на то, как молился Христос в Гессиманском саду перед своими страданиями, о которых он точно знал. Молился как до кровавого пота. О, какое сильнейшее напряжение было! И тем не менее, что говорил, если можно, пронеси мимо меня чашу эту, но не как я хочу, а как ты. То есть да будет воля твоя, а не моя. Вы слышите? Это не написано. Да будет воля твоя. Так святые отцы и научают и нас, тоже самое, относиться к страданиям, как своим, так и своих близких. И более того, они даже предупреждают от опасного отношения, когда мы во что бы то ни стало просим Бога избавить нас от подобного рода страданий. Он в Арсенофе Великий писал Нехорошо с усилием молиться о том, чтобы получить исцеление, не зная, что тебе полезно. Действительно, мы не знаем. Вот недавно скончался в Псково-Печерском монастыре. Он уже действительно такой очень уже давно живущий там, он был у нас в Лавре здесь. И он, понимаете, время от времени занимался отчиткой. И вот перед своей кончиной пишет его духовный сын, которому он, так сказать, ну, исповедовался сам старец своего рода, со скорбью пишет, какие ошибки я допустил, что я отчитывал, не зная того, что полезно человеку, а что вредно. Без откровения Божия нельзя этого делать, потому что у него случаи были какие-то очень неприятные. Он отчитал одну женщину, она бросилась в какое-то распутство. И вообще у него был, видимо, целый ряд таких самых серьёзных случаев, когда он понял, что святые отцы не случайно так предупреждали. Иоанн Заталуз пишет. «Будучи, обязан прилагать всё тщание, всю заботу свою о неизреченных благах, ты крайне бесчестишь себя, когда изнуряешь себя заботливыми помыслами о благах скоро приходящих». Он прямо это предупреждает. А Исаак Силин тут вообще пишет ещё очень сильно. «Не будь несмыслен в прошениях своих, чтобы не оскорбить тебе Бога неразумием. Ибо кто у царя домогается маловажного, тот унижает его честь. Если кто попросит у царя несколько гноя, то не только сам себя обесчестит маловажностью своей просьбы, как показавший тем великое неразумие, но и царю своей просьбой нанесёт оскорбление». Он называет гноем вот эти всё то, что у нас приходящее, всё исчезающее, всё разлагающее, сама жизнь исчезает. Это большая у него такая цитата, очень интересная. Но главное, все они говорят об одном – нельзя усиленно просить. Основной принцип – Господи, молиться надо. Да, но да будет воля Твоя. Вот так. И Игнатий Брянчанинов при этом даёт совет, совет, который, как он говорит, заимствовал у многих подвижников. Совет какой? Во время скорби, неважно, своей или своей ближней, и так далее, от всей души начать с трудом может быть, с большим может быть трудом, но начать говорить «Слава Тебе, Господи!» И это нужно говорить много-много раз. Говорит, сначала одним умом, потом к нему присоединится и сердце, и потом ты ощутишь великое утешение. Потому что, вы знаете, даже телесные страдания сопряжены ещё с чем? С душевными. И вот эта вот молитва, она, оказывается, успокаивает душу. Человек перестаёт страдать душевно, а очень часто это помогает и телу. А в отношении терпения, скорби, отцы тоже пишут, они говорят, три уровня есть. Первый – терпение в вашем стяжите души ваши, это Господь сам говорит. Терпение просто, ну, терпите. Второе – вспомни, что ты какой-то «святой» в кавычках, и скажи, сознайся всё-таки, достойно я по делам моим, а дальше, если ты действительно в этом почаще будешь вникать и видеть, то перейдёшь и на третий уровень. Какой? Господи, благодарю Тебя! Слава Тебе! К этому приходили все те, кто действительно начинали говорить «Слава Тебе, Господи, слава Тебе! Благодарю Тебя!» Вот так бы относиться, если к скорбям, мы бы получили бы действительно утешение, утешение, почему оно-то крайне необходимо во время страданий. Вот, есть, рецепт есть! Осталось, что? Принять его и исполнить. Принять его и исполняйте! Продолжение следует...